Всем привет! Снова-снови, снова-снови, снова-снови! Хотел только сказать сегодня без всяких шуток, просто поедим по-бырому в течение пяти минуточек и разбежимся, чтобы я вас долго не заезжал. Но со своими оговорками, я блин так замерз, ждали суши, блин, практически три часа. Разозлились очень сильно на эту компашку. Называется, как? Суши-стор. Суши-стор. Раньше хорошо возили в течение полутора часов максимум. Сейчас прямо вообще через этот Яндекс доставку и возят просто по три часа. Думали, может быть, другого какого-то конца Москвы везут с Алексеевской, это следующая станция метро. Пять заказов, этот таджик говорит, я пешком. Да даже район я же знаю, ну что, пять заказов ты за три часа ходишь? Бред собачий. Поэтому тоже нужно будет кого-то посмотреть другого. и заказать палочки от Лоры. Привет, Лора, тебе спасибо большое, пользуемся твоими палочками. Вот, поэтому давайте кушать суши. И кто совершенно случайно зашел ко мне на канал, обязательно подпишитесь, ребяточки. Не жалейте свои подписки. Чтобы получать от меня уведомления, что выходит новое видео, нужно вам подписаться и нажать колокольчик. И будет вам счастье. И мне, и вам. Вот цветы у меня здесь стоят, я специально для вас сегодня поставил. Хочется есть, невозможно. Нос холодный. Самую пору есть какую-то картошку в мундире. А я это суши сюда. Говорят так неправильно, нужно сверху их, этот васаби наносить на каждую ролу и сушу. У меня есть свой канал, ТикТок, Николаев Нижнее Подчеркивание Кино. Подписывайтесь, кто не найдет его, оставлю ссылку в описании под этим видео. И есть Инстаграм, естественно, что скоро мы поедем, полетим в Пермь, поэтому там будут фотографии выходить и все остальное. Видео будут выходить, естественно, с небольшим опозданием, как у любого влогера, не удивляйтесь, скажут, что знаете это. Но где-то в дороге, где-то связи не будет, интернета и так далее, и тому подобное. Мне кажется, сейчас навел себя так остро. Злой. Злой, да, а я тут себе уже намешал. А я люблю, когда остро. Видите, как Паша мне тут, я сейчас видео выкладывал. Что-то сегодня с Ютубом еще так долго все заливалось. Обожаю имбирь, прямо готов, хоть с чем есть. Хоть сладостями. Взял огурчик еще. Ой, так хрустеть. Сойвый соус. У меня к вам несколько вопросов. Первый. Напишите в комментариях, нравится ли вам видео, так скажем, театрализованные, с образами. Ну, чтобы видео разными выпускать, может быть, кому-то больше нравится, кому-то так, что я сижу, разговариваю о каких-то темах. Понятно, что вас много. Но мне просто интересно, правда. Что вам больше нравится. Видео как раз это пока выйдет. Влог уже вышел давным-давно с этого дня. А макбанки чуть позже выходит. Вот. Потому что к видео к таким, конечно, это интересно. Ну, мне кажется, театрализованные такие разные, разноплановые. Но это тоже занимает некоторое время для подготовки. Цветы красивые, да? На сирень похожи. В кадре. Это на сирень. Не знаю, что за цветы. Это мы были тут соседки на даче. Она вот нам сорвала, мы взяли. И стоят, кстати, правда очень давно. Говорят, очень долго будут стоять эти цветы. Не опадают, кстати. Воду я, конечно, меняю. Огурчик с соевым соусом прям вообще бомба. Я еще не оба поцарапала. Она прям, знаете, вздулась. С авокадо ролла. Я так подсел на авокадо. Прямо сегодня сижу и думаю, из голода еще чего-то. Я так хочу авокадо. Прямо думаю, сейчас бы ложка. И лорка научила еще с солью. Да, мы прямо раньше ели, не понимали. А сейчас вот прямо очень вкусно. Реально. Авокадо с солью. Вообще бомба. Спасибо большое. Увидел случайно. В банке. Очень вкусно. Попробуйте. Кто ест авокадо, или, например, не ел, как я раньше, попробуйте его ссорить. Дайте авокадо второй шанс. Я вообще предпочитаю вот эти вот маленькие роллы. Это так. Баловство, что ли. Хотел с вами вот о чем поговорить. Я во влоге, который был, который назывался Покупаем билеты, Ханой Москва. Это было давненько. Ну, в общем, вы явно его посмотрели. Ну, особенно мои постоянные зрители. Я там во влоге сказал, что хочу с вами поговорить об одной теме. Ну, просто не стал, потому что по времени очень долго получилось там и так влог 40 минут с лишним. Я не люблю длинные влоги и стараюсь их длинными не писать. Выпускать по два видео в день, ну, что-то как-то для меня, ну, слушайте, у вас не так много. Я как-то выпустил два видео в день. Это что у нас было? Куда-то на кладбище, где мы что-то были, два видео получили. А, на этот мы ездили. На Блошиный рынок. Ну, как-то два видео вы не очень смотрите, поэтому не буду вас баловать. А что? Чего? Суши. Мне кажется, что-то не солено как-то, как-то не остро. Короче, ребят, вот о чем хотел поговорить. Я все кто о ком, о вшивы, о бане. Вы знаете, вот представьте, что вы блогеры, тиктокеры, блогеры, без разницы. И на что вы готовы ради хайпа? Вот на что вы готовы ради хайпа? Что вы готовы сделать? Я знаю, что многие девчонки меня смотрят, и парни, ну, постоянные зрители особенно, хотели бы вас об этом узнать. На что вы готовы ради хайпа? Ну, мама моя, и, наверное, Паша не знает, что такое хайп, поэтому я объясню. Хайп? Это я такой старый, даже не знаю, как это расшифровывается. Пашка хайп расшифровывается. Я же не знаю, что это. А? Я же не знаю, что это. Что? Хайп? Да. Почему? А что такое хайп, не знаешь? Правда? Или сейчас раздевается надо мной? Ты сказал, для меня расхажешь, и для мамы. Для Пашиной мамы, я сказал, и для своей мамы. Господи, он еще глухой, вдобавок. С кем я живу? Ну, хайп, наверное, словите, хайп, что это? Ну, типа популярность какую-то, да? Ну, да, на чем, наверное, так, да, популярность. Пап, не закончилось. Да, на чем? Вот, поэтому я хотел бы узнать, кстати, вы откусываете попки или нет? Огурцов, или вместе с ними едите. Вот я на сырых огурцах откусываю, а на солонных мариновных могу на откусываю. А я откусываю, нельзя. Да? Я просто хрущу его, может быть, не слышно, он откусывает у всех. Кстати, не соленый какой-то соевый соус. не закончился и любит. Так вот, чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить популярность, чтобы хайпануть? Вот я, честно говоря, хотел поговорить не о себе, а хотел поговорить о других людях. Хоть кто-то сейчас скажет опять, не судите, да не судимым дум будете, но это мое рассуждение. Рассуждение на тему, насколько человек может быть дурным ради денег, ради славы. И самое главное, что этим людям это дает. Вот. Больше, наверное, хочу сказать про тикток, потому что в ютубе такого не вижу. В общем, там есть мальчики, девочки, геи, трансгендеры, транссексуалы, не знаю, натуралы в женских платьях, красящиеся, как правильно сказать, короче, красятся, которые ну, меня это не касается, красятся и красятся. Любят и любят это делать. Но вопрос только в том, понимаете, когда это касается другой нации, я считаю, что это перебор. Это должно быть какое-то, ну, чтобы это остановить, это должно быть, наверное, на каком-то государственном уровне. Потому что эти мальчики, девочки. Это через дефис, не мальчики и девочки, а мальчик-девочка. хайпят на том, что говорят, например, я, Ирина, там, Эльза Бугрова, ну, представьте, какая-то там парень, накрашенный, в каких-то белых, там, не знаю, парике, и он говорит о том, что он, Эльза Бугрова, например, я, у меня парень дагестанец, или у меня парень чеченец, я сейчас буду трахаться с ним, он сейчас придет с улицы, придет с работы, принесет дилда, будет меня иметь, трахать, мы его еще в Чечню поедем, в Чечне, это значит, будем делать на площади. И все эти видео заключаются в этом. Одному уже подавали по Мордасу, есть там тоже такая тиктокерша, 2 миллиона у нее подписчиков, не понимая мальчика, девочку тоже этого смотрят, но, ой, но сам факт того, то, что им уже по башке здесь в Москве надавали. За эти слова они тоже искали парней кавказцев, я считаю, что это перебор. Я считаю, что, во-первых, это очень такая-то, скажем, не то, что нетолерантная, а, ну, наверное, сказать, более, нация более классической версии, что ли. И, наверное, это хорошо. Я считаю, то, что принижать их национальное достоинство в таком виде, я считаю, что это неправильно. Конечно, и там, наверное, есть какие-то люди нетрадиционной сексуальной ориентации, но принижать таким и хайповать на таком, я считаю, что это неправильно. И правильно, наверное, нарушая законы, потому что закон в этом случае никак не защищает эти нации, потому что у нас много конфессиональная, много национальная страна. Я имею в виду, что Кавказ наш. Вот эти, так скажем, геи, в кавычках, которые хайпят на этом, ну, я считаю, что им правильно вламывают, и нужно вламывать так, чтобы они просто уже неповадно им было. Вот для меня это перебор. Для меня это табу, например, что, ну, говорить о таком, я не знаю, человек, видимо, ничего не боится, человек, видимо, думает то, что его никак не найдут, ничто с ним не сделают, потому что он постоянно в парике и в гриме. Но человек выставляет свои татуировки, которые находятся на плече, на предплечье, которые находятся в этих местах, на шее. Это очень легко найти этого человека. Ему пишут уже злобные сообщения в комментариях. Но он все равно продолжает это делать. И таких людей, вот они, знаете, как под копирку. Потому что у нас люди, в большинстве случаев, а дай мне тот соевый сосок, что-то как-то мне не соленок. Люди, которые, видимо, первые получили хайп на этом, которые искали кавказцев, они поднялись на на этом. конечно, им по башке надавали. Но остальные, видимо, читают, что так и должно быть, что на этом нужно дальше хайповать. самое странное, что у нас почему-то говорят, ой, а это соревновающий соевый сос, но надо поменьше просто макать. Кого? Да не надо. Короче, я говорю о том, то, что если у нас почему-то странно, что в государстве это никак не охраняется, хотя у нас пропаганда, вот я про что говорю, пропаганда гей, как это, Паш, называется, не знаешь? Ну, короче, запрещена пропаганда вот этой всей истории. И говорят о том, что люди впрямую это делают. Они вот это действительно пропагандируют. Это никакое театрализованное представление, что я, мужчина, переоделся в предыдущих влогах в женщину, в девочку или еще в кого-то и сам с собой тут разговариваю, смеюсь и никого не обижаю. Конечно, с древнего Рима мужчины переодевали в женщину и показывали концерты, спектакли, действия. Женщины вообще не пускались на сцену. Все роли исполняли мужчины. Но здесь-то перебор. Вы понимаете, что люди смотрят где-то на Кавказе или там в Дагестане, в Чечне и насколько у них накапливается злость на этого не побоюсь этого сказать пидораса. Потому что геи есть геи, а есть еще и пидорасы. Вот понимаете? Поэтому я считаю, что это реальный перебор и за такое нужно сажать или как минимум давать какую-то ну неусловку хотя бы административное нарушение за оскорбление на определенные нации нашей стороны. Они же почему-то не говорят, что мы хотим там, прошу господи, там с татарином, с Удмуртом или еще с кем-то. Они хайпуют там, где могут получить пиздячек, прошу прощения. Ну там пишут, ты приедешь в Чечню? А он как дурачок. Вы не верите мне? Вы не верите, что у меня парень чеченец, что у меня парень дагестанец? Ну, его реально могут остановить. Я ему один комментарий написал, я говорю, одного чуть не похоронили, но видимо дождешься, когда к тебе. По-моему, то ли он взблок Девостока. Ну в общем, людям, которые заинтересованы в этом, они его найдут рано или поздно. И прости Господи, я не хочу брать на себя грех, но найдут, могут его найти где-нибудь, знаете, на трассе между одним городом и другим. И никто о нем не вспомнит. Я, может быть, только буду рад. Не смерти, а то, что его рот прикрылся, потому что меня это тоже очень сильно оскорбляет. Оскорбляет. Ну хайповать на этом, вот это и есть хайп. Хайповать на этом, я считаю, что это вообще, я не знаю, только единственное, еще раз повторюсь, почему у нас законом это никак не защищено. Ну пропаганда, вроде он тогда получает, что пропаганда, ну он же вроде никак не призывает, ведь, с другой стороны, что там давайте все сюда в ЛГБТ-сообщество вступать, или там как это называется. Ой, сейчас пошло хорошо. Ой, не знаю. Люди, конечно, у нас на что хотят. Я, конечно, тоже хочу, чтобы мне было много зрителей, чтобы не смотрели, чтобы мы интересовались. Но табу и табу, понимаете? нужно быть или сумасшедшим фриком, но опять если сравнивать, опять, прости господи, святого, до святого не дотрагиваются, да, Дамяна. Но, знаете уж, лучше так креповать, как он. Показывать уж маму свою, потому что мама сама согласная на своих друзьях, на себе. по крайней мере не трогать чужую нацию. Хотя он тут тоже затронул, говорят, а не смотрел про это. Про русских там говорят, он опять нес. Спасибо. В общем, напишите. Мне кажется, я потом, мне завтра будет все гореть. откуда пища выходит. Кстати, я вам рассказывал, нет, мы как-то поехали к девчонке, подружке. Собрались я, Пашка, Катька Малючина, кто-то еще был, Иринка Уткина, что ли. Поехали на Юго-Западную, не помню, А, Катька Зан, кто-то, в общем, еще был. Ну, суть важна. Приехали к ней, купили сосисок, в общем, такой студенческий какой-то ужин был в гостях. Вот. И она выставила на стол красный перец чили. Я не помню, какой он был, в каком виде. Консервированные банки. А, консервированные банки, да. И мы, значит, с удовольствием, понимаете, так вкусненько жжет, мясо, овощи. Мы, значит, все это поели. Она говорит, ребята, вы только на утро, говорит, не пугайтесь. Мы такие, чипа-чего. Ну, говорит, вы поймете. Ну, это, знаете, как в одно ухо залетело, в другое вылетело. А поутру одни проснулись. У меня такое ощущение, как будто бы у меня 100 баррелей в попе. И, знаете, как у ракеты. Я как будто лечу куда-то на Марс. Вообще плало. Я сначала думал, что-то случилось. Господи. Потом Паска точно так же. Потом Калька. Когда созванивались. А потом до меня медленно дошло. Вот это предупреждение от Юли было. Вы говорите, будьте осторожны. Короче, красный жгучий перец дал себе о себе знать на утро. Но, зато как медик я хочу сказать, что это очень полезно для кишечника. Почему? Потому что можно освободиться от различных простейших, которые есть, бывают в организме. Мы об этом не знаем. И даже можем не видеть. можем не видеть или не ощущать. Здесь мне нравится ролл щука, ой, чипа с сушеным луком. Очень вкусные. И с арахисом. Вот эти. Достаточно очень вкусно. Наверное, в этом году на Новый год ничего не буду готовить. Закажем суши. А в том году чего я много наготовил, он в том году с тобой ничего толком наготовил. Мы с тобой же вдвоем были? Или кто-то приходил? Зато была и Кимала с родителями. В том вдвоем были. Да. Ну, который в этот Новый год был. Нет, ну, если, конечно, кто-то придет, конечно, я наготовлю. Ну, готовить, конечно, готовлю, не так много. А если будем вдвоем? Ну, кстати, мы в этом году тоже у нас что-то такое все было вкусненькое. Мы понемножку, по чуть-чуть. Блин. Это что, хвост? Ну, кстати, не знаю, как по этикету, есть вот эти роллы с хвостами. Как? Палочка доставать оттуда? Ну, наверное, не писали еще в книжках, когда и ешь шаровский редкий. Ой, да есть такие же уники в тюк-токе, которые пишут, типа, как нужно правильно есть, нюхать цветы, как нужно правильно снимать носки, я считаю, что нужно есть, как удобно. Если, конечно, у вас светский раунд, какой-то где-то вы, президентский прием, это одно дело. А если это просто дома с друзьями, ну, конечно, нужно уметь пользоваться и вилкой, и ложкой, и ножом, и десертными, все правила, мне кажется, не выучить. Да? Я же по ресторану туда не ухожу, знать, я не знаю, как люди-то едят. А вот как люди-то едят. Это у нас девочка была на теплоходе, работала стюардессы. На теплоходе, кстати, тоже работница типа точно такие же. Люди, которые в поездах проводницы, в самолетах стюардессы, на теплоходе тоже стюардессы. Поняли их функционал. Но сам факт того, что там была такая девочка у нас, но видимо не совсем из какой-то такой небогатой семьи. И мы сидели вечером в командной части, пили чай, конфеты купили, что-то в Луны играли, что-то уж я сейчас уже не помню, в карте какие-то, не помню. И она приходит, у нас чай стоит, конфеты, не торт, ничего, просто очень обыкновенно. Она так подходит, стала, посмотрела так на стол, на нас, на всех, на нас, на стол, на конфеты. Ах, вот как люди-то живут. На конфеты. И вышла покурить. У нас такое молчание. То ли она, нужно было ее угостить. Ну так попросила бы, села бы, да взяла. И у нас эта фраза, ах, как вот, вот если Оксанка сейчас смотрит меня Ватюкова, вот она как раз, вот эта фраза была. Ах, вот как люди-то живут. Такое, еще не куда-то с черными кратными ложками, это с шампанским. Поэтому, люди живут по-разному. А, кстати, знаете, что еще мне не нравится? Сегодня увидел. Вот это тоже не знаю, для чего снимают. не то, что вот это мы, я показывал как-то видео. Нет, красную икру, конечно, можно еще купить, но черную, конечно, это недоступно, не для всех абсолютно. Изредка. Кто-то где-то ест, но у нас страна большая, страна советов. Кто-то в галошах и в грязи ходит, и кабачковую икру ест, заморскую, а кто-то черную икру ложками. Но я считаю, что это тоже неправильно, так же, как на многих телеканалах показывают вот эту вот звездную жизнь, например, Волочковой или звездную жизнь Валерии. И они так бедно же все живут в замках. Бедные, несчастные. Вот сегодня черной икры не было, не подали, не заработала. Вот вы заработаете, вот вы потанцуете, попойте какие-то. У нас люди в шахтах работают, на заводах, на химических фабриках работают. Это та же самая история, как в ТикТоке говорят, как так снимать сложно? Вы сначала подумайте, что я в магазин сходила, что я вот, значит, приготовила поесть, что я съела минуту, записала видео для вас. То же самое, как они говорят. Все эти звезды лицемеры. Вот, вы сначала заработаете. Да у нас люди в шахтах работают всю жизнь и не могут себя обеспечить, ни себя, ни своих детей, на химических предприятиях. А она так утанцевала, что в замке теперь не знает, на что существовать. А что я на голове? А что ты только не говорил? Я про теплоход, как люди живут. Но я про то, что говорю, что очень... А, про черную икру. Значит, в ТикТоке сегодня случайно кто-то мне, не знаю, кого мне ТикТок предлагает, странным образом, мне предложил какого-то человека, сидящего где-то в ресторане, в очках, какой-то мужчинка непонятный, лет 23-5. Ну да, что поделать, я ем черные курики, нас многие осудят, ну да, я ем. Для чего ты это показываешь? Чтобы тебе позавидовали, чтобы тебе гадкие комментарии написали. Вот мне неинтересно, правда, откуда у него деньги? Понятно откуда, ворованные, папика, мамика, сам он их явно еще не заработал, эти все машины, квартиры. Зачем это людям показывать? Ведь 80% людей в России живут за гранью практически нищеты. И это мне все больше становится напоминает, ой, это все, еще с языком, стало напоминать фильм Шойка Пересмешница или где они там, были эти коалиции, они там за жизнь бегали, за еду там, куда-то, еще что-то. Вот это становится или Бегущим Заберинте, там тоже однообразные эти фильмы. Ну, в общем, вы поняли, про что я говорю. Вот доходит до такого, практически уже существует забор социальный, еще только нет забора вот этого, знаете, настоящего, как вот эта вот германская, немецкая стена. нам и так подачки кидают с вами как кость и мы и дерем и счастливы, а сверху на нас смотрят те люди, которые идут и жрут икру и восхищаются своим эго. поэтому я считаю, что для меня так лучше, как если уж ну понятно, что воруют и воровали всегда, но по мне так лучше бы это не показывать. Мне не интересует жизнь Валерии. Понятно, что она там в шелках купается, а мы в долгах как в шелках, а она в этих шелках купается. И про других остальных и понятно, что есть такие люди, но мне например не интересно, я не хотел бы видеть, но у нас уже социальные программы о Лене Лениной, который в 10 раз женится, непонятно на ком, то на собаке, то на своем воздушном шаре, который в голове укутан волосами шаньоном, то за француза, то еще за какого-то. И это показано в центральных каналах. Мы же не показываем про бедных детей, которые живут где-то там в Новосибирской области. Это же никому не будет интересно все же любят, вот я говорю, как подсматривать замоченную скважину, никому же не интересен канал, типа как у меня, где культурно, как мне пишут, едят, ой как культурно, вы кушаете, как аппетитно, спасибо. Всем же нужно, соль, здесь тарелка говна стояла, понимаете, сверху чипсы были насыпаны, тогда это люди будут есть, хавать. Я до такого никогда не отпущусь. Помотюкать, послать подальше, это я умею, это вот мне надо в партию к Жириновскому, там бы давно я уже бы, наверное, был где-нибудь повыше Жириновского за его крики. В общем, доели, спасибо, что с вами поболтали, покушали, обязательно напишите, что вы думаете про хайп, на что вы бы были готовы на хайп. Целую, пока, и смотрите, пожалуйста, правильные телевизионные и YouTube каналы. Люблю целую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!